Так, покинули в фотел. Так, какой это город? Это город Форт Майерс. Флорида, безусловно. Мы не можем сейчас ездить летать из-за этой пандемии. Все работает, все самолеты, все летает. По Америке я имею в виду, ну, за границу не знаю, как там страны впускают, не впускают, но по Америке да. Но мы сами, конечно, не очень хотим летать, потому что в самолете, честно, я уважаю. Сейчас едем на завтрак, слушайте, 3 часа дня, 3 часа дня на завтрак едем, значит, это... Вчера очень поздно легли, еще с этим шампанским, шампанским. Давно, давно мы не пили, правда, давно-давно, когда алкоголь в последний раз пили. Но, может, месяца три назад, не богу. Они ждут, аутсайд, аутси? Говорят, люди ждут снаружи. Изи. Паркуется тут. Там было написано, суши, суши-бар. Ну, и сихоухи паркинг, хиро, господи. На траву он запарковался, а что, не было мест, что ли? Какой кошмар. Так нельзя парковаться здесь. Он получит тикет. Очень много людей, хадван, пошел, посмотрел, сказал, прямо такие, вот эти на улице стоят, ждут, и внутри ждут, стоят. Очень много народу. Сказал, большой ресторан с сифудом, с морскими продуктами, но, говорит, просто набито. И сказал, мексиканские люди, ну, вот эти стояли тоже на улице, мексиканские группы, прямо группами, говорит, стоят, ждут. Несколько входов, ну, то есть пропускных, а не движется. А в этом городе при преимуществе много живут мексиканцев, как хадван говорит. Что-то в гугле он посмотрел, сказал. Популейшн, популейшн, население, мексиканское. Баннер, он упал. Рекламировал, рекламировал бедный баннер и упал. А, это старые машины. Old cars here, you see, honey. Старые машины продаются. Какая-то такая, она в гоночную, похоже. Старичие такие модели. Люди любят. Кто-то восстанавливает у себя в гаражах, ну, не в гаражах, ну, и в гаражах тоже. То есть, имеет большие площадки даже около дома. Ну, кто живет там в какой-то такой лесной полосе, у них эти парковки огромные. И они специально там живут, потому что они... The green one? Green, yeah. That was my second car. Oh, really? Говорит, вот такая, как зеленая, это была моя вторая машина. And I was a teenager. Когда, говорит, я был тинейджером. Honey, what the model there? It's like a 70... 70? 70? No, I mean, what model name? Pontiac. А? Pontiac. 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 Pontiac, да? Как по-русски. Pontiac. Тинейджером был, была вторая машина. Да, мальчики? Ага. Вот. А потом, к концу жизни они уже забывают, сколько их было. Да нет, помнят, конечно. Ну, здесь контрольный вопрос, да, ну вот, когда заводишь какой-то аккаунт в банке или где-то, когда заводишь счет, открываешь, да, и там же секретные вопросы, знаете, как имя, отчество вашей бабушки, прабабушки, твой лучший друг в детстве, имя, да, ну, какой-то секретный вопрос. Любимое блюдо, а в Америке очень часто, а в Америке очень часто секретный вопрос, ваша первая машина, вот, и вот это вот имя, модель своей машины называешь, и всегда ее помнишь, потому что она была первая, да? Такие дела. В наших странах у кого-то первая, она и последняя, ну, может быть, в крайнем случае, вторая, очень часто. Но сейчас наводнили машинами, я в России была, боже мой, все поэто, только-только наводнили машинами, а дворы непригодны для парковок, нет, то есть старые дворы. Не строили же раньше парковки, а для чего строить, если жигули продавались, надо было стоять в очереди 15 лет. Вот, вам, а слугам народа, то есть этим верхушки коммунистов городских, поселковых, разных, там очень быстро, бац-бац-бац, и все, заворованные деньги. Я помню, как ездили этим, Кавказфильм, ездил покупать автомобили в большие города, значит, Волга 21, ГАЗ-21, да, Волга 21, стоила 20 тысяч, то есть она так стоила 9, по-моему, 8, да, ну, вот, мальчики могут помнить, тысяч рублей. А они 20 платили сразу же, прямо сразу, то есть приезжал этот какой-нибудь хачек и покупал машину, то есть кто вот купил новую, сразу ему предложение, и он продавал. Кто мог купить новую машину или выиграл, ну, тогда лотерея это была, ну, правда, выигрывали сколько там, вот, ну, у кого была новая свежая машина, и даже подержанная немножко, ну, то есть в хорошем состоянии, вот такие бешеные деньги у людей были на Кавказе, да, как интересно, вот одна страна, да, ну, то есть не у всех на Кавказе, безусловно, но у многих. Вот такой приезжал этот самый дядечка и легко покупал за 20 тысяч машину. 20 тысяч тогда стоил дом, чтобы вы понимали, и при том, по-моему, хороший, да, ну, смотря в каком месте там, не в Москве ж, конечно, вот, 20 тысяч рублей, наверное, не, 30, наверное, стоил дом, да. Сколько стоил дом в Советском Союзе? Кто скажет? Квартира – это другое дело, а я про дом. Была уборщица, работала, ну, в конторе, хорошая очень женщина, очень-очень трудолюбивая, вот на таких странах и держалась. Трудолюбивая, классная тетенька, и она имела хозяйство всю свою жизнь, ну, тогда, когда она уже наработала у нас, уборщица, она, это, в офисе, да, она уже была там, уже после пенсии, по-моему, уже такая же, уже не держала это хозяйство, а всю жизнь держала хозяйство специально, в городе жила, но, тем не менее, в своем доме жила на окраине, и там на небольшой площади щадей, все равно умудрялась держать, значит, свиней, и продавать мясо, и складывать деньги. И она говорит, боже мой, я, говорит, сколько их держала, и поросятами продавала, и, значит, это самое, сколько я работала, это вот, ну, каторжный труд, конечно, вот, все это, все это в деньги превращать, да. И, говорит, я складывала, складывала, и, говорит, когда я уже накопила на дом, ну, вот я сейчас вспоминаю, что-то такое около 30 тысяч, значит, она говорила, когда я накопила на дом, я решила, нет, я себе накоплю, куплю лучше, вот самый вот такой, вот такой-то там, вот такой, который там она, примерно размер присмотрела, вот такой куплю. И начала, говорит, собирать еще, когда уже была сумма, еще начала собирать, еще она собирала, 34 тысячи у нее было на книжке. И бац, пришел 90-й год, и все пропало, ну, ей отдали, там, сколько нам отдавали, ну, может, тысячу рублей отдали, не знаю, позже уже, да, как это у нас отдавали, там, лет через пять уже, да, потом, в 95-м, когда там нам отдали. Корзину печенья, как я говорю, что лежало тысяча рублей, корзину печенья отдали, ну, и вот она прошляпила это все. И когда она рассказывала эту историю, мы вообще поражались, что, слушайте, правда, она, ну, все, я говорю, боже мой, какой кошмар. Это ж надо было верить так, чтобы класть на книжку, там же какой-то процентик был, да, боялись люди, еще кто-то украдет туда-сюда, да, лучше под матрас. Если бы она их клала под матрас, все бы было бы, ну, то есть, ну, единственное, что, когда надо было обмен делать, вот тогда надо было бежать со скоростью звука менять и всем членам семьи. Там один день был, помните, два дня, один день она обмен давался, какой был ужас, ужас был, вообще, я не знаю, как люди не расстреляли эту власть тогда, вообще, у нас страшно терпеливый народ. Вот. Кстати, когда-то с Хасбандом разговаривала в этом, когда только приехала, в компании сидели, ну, не только, может, года два позже, когда уже начала там понимать английский, и что-то говорили, и я говорю, что-то, ну, про русский что-то слышали, а они говорят, а мы видели, вот, в те времена, 90-е, показывали прилавки, значит, пустые, да, и что люди толпятся, и прилавки пустые, гастрономы, все им тут гастрономы показывали, да, и я говорю, ну, и что вы думаете, мы думаем, что очень терпеливый народ, ну, очень терпеливый народ, что он не снес, он эту власть, не было, вот, революции никаких, да, не было, не было, вот, жестоких каких-то, я не знаю, убийств руководителей и так далее, абсолютно ничего не было, это точно. 34 тысячи всю жизнь собирала потерять, и все, и как, как так и было. Да, я помню еще эта тетенька, что-то я ее вспомнила, помню еще эта тетенька говорила, что я, говорит, поросят, значит, так любила, намою их, значит, этим, помою со шланга, помою, они такие розовые, красивые, значит, и, и вот я сажусь и смотрю на них, как они, значит, там играются, кушают, и вот это для меня, говорит, самое лучшее кино. Я помню, мы еще так смеялись, что, ну, мол, как это можно любить, знаете, вот, ну, разве, разве можно любить поросят, не знаю, ну, нет, ну, посмотреть раз и все, ну, так это, намывать их и любоваться, ну, не знаю. Вот, вот такой был человек трудолюбивый, и ничего им страна ни клипа не дала, а могла бы за такое трудолюбие, что не ждал от государства квартир, сам себе заработал дом. Приехали поискать ресторан, поесть, а, говорит, а, здесь бутик, honey, oh, nice. It's Italian. No, Italian, но, итальянский ресторан, я не очень люблю итальянскую юню. No, Italian. No. Banana Republic, and these boutiques, nice, honey, nice plaza. No, go, go, at the other plaza. Coach. Oh, this like outlet, maybe. Looks like outlet, right? These boutiques. Banana Republic. In which there is no good place. Who там что покупает, I don't know. Polo, Tommy Bahamas, honey. Everything here. Oh, nice. О, случайно мы приехали на такую плазу, где вы такие. Сказали ресторан. Там, там и хилфингер, хилфигер. Господи, никогда не умею его в гора барьбать. Дюрли аутлет. Украшения. Золото, злато, серебро. Комфорт шуз. Обувный. Габ. Аутлет. Окей. Паблик ресторан. Туалеты написано. Все для вас. Кэрэк. 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 Лэвис. Страус. Левайс. Хаурокарит Левайс. А, I'm alright. Левайс они называют. Пола. Ралф Лорен. Ханни Пола. Да, они все. Что для мужиков здесь что-то? Что-то я... Так. Басби. Басби Воркс. Это для... Для душа. Все эти. Гели. Гели для душа. Изи, 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 стоп. Господи. Машина. Машина выскочила. Пола. Магазин. Пола. Так, это задворки уже. Это пола тоже, только не вход. Пола магазин. Интересное здание, да, такие. Сделали под деревню такие, да. И в них разместили бутики. Я не люблю такое. Вот мне вот это вот, что они все время делают специально под деревню. Все. Что белье постельное. Покрывало. Дома. Мне... Вот это вот под старину. Ну, как под деревню. Под старину. Вот такие вот американские, типа, как знаете, этих... Вестерн этих... Он дракончик. Выстрижен. Из растения. Вот дракончик такой. О, какой дракончик. Не люблю я, когда они как вестерн кино, да. Вот такие вот. У них дома были, и они сейчас строят такое, типа, как американское. Не нравится. Мне нравятся современные дома. Стекло, бетон. Они вот это вот все. Не похоже даже на шаппинг-плазу, да? С такими домами. Китчен для кухни. Все. Все одинаковое. В аутлетах. Ну, вот это называется аутлетами. За городами. За городом делают комплекс магазинов. И там часто свозят. Там не только новое. Там свозят то, что уже распродается. Например, какая-то модель. То есть, они новая одежда. Но я имею в виду то, что где-то не пошло в дорогих бутиках. Они привозят. В общем, считается, что в аутлетах очень выгодно покупать. Но не всегда. Там есть дорогущие. Ой, смотрите, какая машина. Ханни, дуиси кар. Найса. 1956-й Форд написано. Ханни, дуис Форд. Ты видишь это? 1956-й год Форд. О, какая красивая машина. За пальмой не видно. Какая машинка, да? Красота. Так, выехали. Это чиз-бёргер-ресторан. Бёргеровый ресторан. Остановился ханни платформы. Дуиси платформ. Решили, не хотим мы бёргеры. Я сказала, не надо мне стейк, не вези мне. Стейк и не вези мне в бёргеровый ресторан. Мы и так на ходу, когда ездим по дороге, бёргеры едим. Вот. Что-нибудь бы такое сифутовое. А здесь растительность красивая какая-то. Ой, как красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова